Здравствуйте! Утро в избушке. Панифаций только что откушал, послушал, как тяпкает гарька на улице. Какой-то он сегодня благостный. Даже почти не мешал мне делать зарядку. Обычно, когда я выполняю наклоны, особенно со скручиванием, меня всё время ловят за руки или пытаются лапками расчесать волосы. Но сегодня кот вёл себя степенно, даже на редкости. Такое ощущение, что он просто начал зарослеть. Ну, а я, попив кофейку, любуюсь на свою золотую рыбку, которую вчера закончила шлифовать крупной шкуркой. Замочила её в воде. Сразу же стали видны все шероховатости, которые сегодня предстоит удалить, уже самой мелкой, зернистой. Вон, чуть не свалил. Ну, и стали, естественно, видны все недочёты. Вот эти вот трещинки, честно говоря, меня не особо расстраивают. Потому что они на плавниках. Расколоться древесина в этом месте не сможет. Но они придают, так сказать, определённую динамику структуре плавника. И сразу стали видны все недоработки. Вот теперь вечерком во второй половине дня засяду и займусь уже окончательной шлифовкой. Возможно, даже покрою своё сокровище длинным маслом. Но, естественно, кот будет не ассистировать. А карька повадилась каждое утро выскакивать в темноту и оглашать окрестности громогласным лаем. Да, теперь она у меня единственная защитница и охранница. А кот, кот зарослит. Эх, хорошо в избушке, но уже тянет на улицу. И, пожалуй, сегодня я займусь лыжной подготовкой. Вчера я свой план на объекте перевыполнила. Но оказалось, что ещё есть масса пребудрости, которую я не постигла. Но, тем не менее, постепенно начинаю внедряться в процесс. Выяснилось, что, во-первых, расчищать плёнку с металла гораздо проще в резиновых, обыкновенных резиновых строительных перчатках. Потому что они великолепно цепляют за пластик и помогают его снимать. Ну, а кроме того, надо было преподавать металлу, особенно большим уголкам, определённое положение на верстаке. Эх, сказали бы мне об этом ребята пораньше. Мне бы не пришлось лишний раз мучиться. Ну, век живи, век учись. Ну, а сегодня, поскольку я вчера хорошо потрудилась, могу себе позволить небольшую прогулку. Ну, чудил сегодня Бонифаций. Вышел со мной на крыльчко прогуляться. Решила, что, выйдучи через некоторое время, опять я заберу его в избу. И вдруг, выглянув в окно, обнаружила, что он съедет на дороге. Это было ещё до появления Радика. Пришлось взять пакетик с его вкусняшками, открыть от Настяши окно и долго, упорно греметь пакетом. Да, кот сегодня впервые вошёл в избу через окно. Маленькое, но достижение. Но вот то, что он стал выбегать на улицу, уж больно самостоятельный стал, мне совсем не нравится. Действительно, котик становится всё старше и старше. И, по-моему, в нём играет юношеский максимализм. Он полагает себя бессмертным. А напрасно. Как же я стала о них беспокоиться. Нет, сегодня пойду в лес. Эту сладкую парочку оставлю в избушке. Но Родион, если захочет, будет меня сопровождать. Кстати, я тут вчера с Сидимой рассказывала, когда к ним заходила, как Радик сопровождал меня в лесу. Ага. Созерцаешь Радика. Так вот речь о Радике и зашла. И выяснилось, что пёс стал в последнее время ночевать в избе. Это произошло после новогодних канонад. И теперь он порой заходит в избу и ложится в комнате спать около порога. Правда, доставляет его хозяин некоторые неудобства. Потому что перепрыгнуть через эту косматую тушку не так уж и просто. Ну а поутру, как только его выпускают на улицу, он занимает своё место у меня под окнами. И наверняка сегодня попрётся вместе со мной. Я так полагаю, впрочем, может удаст от него скользнуть. И ему не придётся, как в прошлый раз, скакать по глубоченному снегу. Ай. Смешны вы всё-таки. Увы, ускользнуть от Родиона нереально. Поджидал, выжидал. Надеялся, да? Радик, ну ты же на днях так наскакался по снегу. Ты замучился. Да, 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 да. Нет, ты готов на всё. Ну что ж, встаём на лыжке и катим в дальний лес. Погодка штилевая. Впрочем, конечно, не такой искромётный день, как вчера. Но вчера было приятно работать на верстаком на солнышке. И одновременно приимать солнечные ванны лицом. Так, ну а Карька остаётся дома вместе с Бонифацием. Устроилась, как всегда, у меня на кровати. И, наверное, обижается, что я не беру. Нет уж, дорогая, сиди-ка дома. А я поеду. Ну вот, ещё и азыль возникла. Причём радостная такая. Неужели она надеется отправиться вместе с нами? А я встала на лыжи прямо у поворота на Савиный долг. К ребятам я заеду попозже, на обратном пути. А сейчас передо мной снежная целина. Ну что ж, прокатимся. Всё-таки Аська полезла за мной. Ну, конечно, заинтересовалась тут же. Нора, которую выкопала леса, явно в охоте на мышей. Конечно, надо всё обмухать. Вот лиси следы. Остальное Аська уже успело задолтать. И кое-где её даже выдерживает наст. Хотя он и не особенно крепкий. Но, тем не менее, передвигаться можно. Да, последние месяцы у меня не было возможности покататься на лыжах по известным причинам. Но после позавчерашней прогулки меня тянет под сень деревья, как на место преступления. Ну, пошёл между тем снежок. Эх, опять помешает ребятам работать. Крыша. Крыша какая-то у нас медленная в этот раз получается. Но ничего. Всему своё время. Всё придёт. Ну что, отдохнули? Аська, шла б ты домой. Пенелопа. Мы с Радиком и так погуляем. Ну, посмотрим. Наверное, всё-таки уяжется. Далеко от опушки. Тонкий наст не позволяет собакам передвигаться как следует. Но Азия, хоть и высовывает язык, всё-таки упорно сопровождает нас. Одно время она шла по моей лыжне, потом решила, что идти по следу Радика куда поудобнее. У них размеры. Лап совпадают, высота тоже. И она после непродолжительного отдыха снова двинется за ним след в след. Да, Родион, это не тот случай, когда кавалеры пропускают дам вперёд. Ну, равно как и в салоне или какой-нибудь кафешке. А так дамам всегда дорога. Ну вот. Лучший отдых – это поваляться на спинке и почистить свою прошлогоднюю шерстку. Ну что, ребят, осталось немножко вперёд. Где-то за 40 метров до опушки мне, тем не менее, пришлось сменить направление. Я обнаружила вот эту вот прокатанную снегоходом тропу. Рядушком ещё и заячьи следы оказались. Ну, уже достаточно старые. И решила пройтись вдоль опушки с тем, чтобы собаки могли хоть немножко отдохнуть. Тут им бежать куда удобнее. Ну что ж, лес не убежит, он под снегом. Обойти до него я смогу в любом месте, где меня заблагорассовываются. А вот и лихие наездники. Решили пообщаться. Добрый день. Я гуляю. А где ружьё? А нет ружья, только ножичек. На всякий случай. Всё, хорошие. Откуда у меня ружьё? Я предпочитаю холодное оружие. Вообще-то, мужики, могли бы и поздороваться. Судя по всему, это и герять. Но я с ними не знакома. И тем не менее. Где? Где вон гламур, где галантность? А меня тем временем в лесу нагнала Азелька. Радик явно опять кого-то выслеживает. Ну, а я тут обнаружила достаточно красивые следы. Это явно куница. Вероятно, она забиралась на ёлку, спрыгнула и понеслась дальше. И какая любопытная шапочка образовала супенька. А вон там впереди, по-моему, гнёзда. Ну-ка, подойду поближе и полюбуюсь. О, нет, показалось. Просто причудливый комок, повешенный на сломанной иве. Вообще, тут очень красивые напластования снега попадаются иногда. И снежок пошёл снова. А я встаю рядом с совершенно свежим следом лосика. И видно, он пошёл лакомиться ивой вон в те заросли. Ну что ж, не ищу я ненужных встреч, но, тем не менее, любопытно. Да и Азельке удобнее по следу будет идти. Да, малыш? Куда-то Артём опять запропастился. Где-то вдалеке, причём совершенно в другой стороне, откуда я не ожидала услышать, заливается Родион. Аська со мной. И вот она двигается уже по другому лосиному следу, который уводит в центр леса. А я любуюсь на напластовании снега на повальных стволах. Да, ни летом, ни зимой в лесу прямой дороги не бывает. Куда бы ты ни шёл, приходится переходить через препятствия. Но сейчас на снегу это гораздо проще, чем обычно бывает, когда его нет. Ладно, пройдёмся ещё немного. Гуляем мы достаточно долго. Полюбуемся на лес. И будем возвращаться. Остановились ещё около одного следа, тоже явно лосиного. Но расстояние между отпечатками копыт где-то около трёх метров. И это животное уже явно не просто чинушевствовало, а не слос, не слос во всё прыть. Видимо, услышав шум вездеходов. Да, целее будешь. Никогда не видела скачущего лося. Вот любопытно было бы полюбоваться. Ну, не довелось так не довелось, пойдём дальше. Решила выбраться из леса, потому что Аська уже измоталась. Ну, вот она воспряла. Да ещё как. А это всё потому, что мы набрели на полянку, где полным-полно следов косули. Они идут во всех направлениях. Такое ощущение, что здесь побывало целое стадо. И явно следы совершенно свежие. Они простираются до самого окончания большого леса и наверняка тянутся к подлеску. А может быть, их тоже вспугнули. Ну, ладно, пора уходить. Хотя Радика я ещё так и не вижу. За этого, парни, я спокойна. А вот Аську пора провожать домой. Впрочем, по-моему, она считает, что ещё рановато. Ну, точно, косули. И тут они явно пытались что-то добыть из-под снега. Ну, а вот и достаточно чёткая копытца. Да, в двух местах покопались. Да и не только. А тут снова следы лося. Эх, много у нас зверюшек. И это радует. Только оставалось бы их так же много, как и сейчас впредь. Радика нагнал нас, когда мы выходили из леса. Да, не хочется бедным собакам. Опять здесь глубокие снежища. Они топают по дорожке, накатанной вездеходами. И почти от опушки уже видна крыша Савиного дола. А, до окраины деревни 2 километра. Кажется, что близко. Потому что высокие двухэтажные дома стоят на окраине. Но здесь низина. И дорожка несколько дальше, чем можно показаться на первый взгляд. Но ничего. Всё замечательно. Ветер теперь дует в спину. И пошёл снег. Какой снег? Я на него любуюсь. А вот ребята на объекте, наверное, чёртыхаются. И мне опять придётся всё сметать, прежде чем класть металл. Хотя, возможно, они сейчас до сих пор возятся с комплектующими, водостоками, кронштейнами и прочим. И тем не менее, русская зима во время стройки преподносит неприятные сюрпризы. Всё, припарковалась. Проехала прямо до нашего дома. И меня как раз, когда я снимала лыжи, нагнали мои спутники. А в избушке тявкает кари. Ну как же без неё? Всё, родная, знала бы, чтобы эти собаки претерпели. Надо пойти им дать по косточке, очистить лыжи и отправляться запить печку и доводить до ума свою золотую рыбину. Ну что ж, здоровья, всему удачи. Завтра стрим. Увидимся, я надеюсь. Если у кого-то получится ко мне присоединиться. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok